Добрый день дорогие друзья! Вы смотрите передачу «Откровенный разговор» Грузинского центра стратегического анализа GISAG и с вами я, Гелла Васадзе. Сегодня у меня в гостях политический аналитик, директор центра 3DEBU, Рауф Жаджабов. Добрый день, Рауф! Добрый день, дорогой! Рад очень видеть тебя в нашей программе. Рауф, буквально несколько дней назад ты написал очень интересную статью, которая была опубликована на сайте центра исследования армии конверсии и разоружения украинском. Ссылку я дам в комментарии обязательно, потому что одно дело, сейчас вы конечно послушайте про нее, но я думаю, что стоит и почитать обязательно. Читать тоже нужно иногда, дорогие друзья. Значит, про российско-иранский стратегический такой альянс, который складывается на Южном Кавказе. И начались с того, что на Южном Кавказе формируется делимая система безопасности, по сути не отвечающая в полной мере интересам самих стран региона на долгосрочную перспективу. Итак, во-первых, что это за делимая система безопасности, ну и почему, в общем-то, это так, ну мягко говоря, нехорошо. Очевидно, для того, чтобы Южный Кавказ трансформировался в единый, неделимый, фрагментированный регион, для этого необходима единая система безопасности. При сохранении национальных, региональных приоритетов каждой из стран. Когда я говорю Южный Кавказ, я имею ввиду три республики Южного Кавказа. Азербайджан, Армению и Грузию. Но, к большому сожалению, сегодня мы видим, что все эти десятилетия, прошедшие после развала империи и становления независимых южнокавказских государств, мы не сумели таки сформировать единую, неделимую систему безопасности. Когда я говорю мы, я имею ввиду три республики в равной степени. Очевидно, что Карабахский конфликт лишь негативно влиял и не позволял, скажем так, сформировать эту единую систему. Но были надежды, были надежды, что после разрешения Карабахского конфликта, на мой взгляд, конфликт разрешен. Кто бы как бы, что бы ни говорил, но вторая Карабахская война, она была, результаты ее есть. И не видеть ее результатов, я думаю, что это просто то же самое, что как страус залез головой в песок и думать, что его не видно. Но он виден. Так вот, в большом сожалению, последующие события, я имею ввиду вот этих самых месяцев, показывают, что страны регионы, я имею ввиду элиты трех стран, они не доросли таки до регионального уровня понимания будущего региона. И на сегодняшний день, что мы имеем? А мы имеем следующее. Азербайджан, Грузия. Они не просто демонстрируют, а в последние недели, скажем, да, они доказывают свою приверженность регионализму. Именно южнокавказскому регионализму. И в данном случае, если взять инициативу Гарибашвили, я думаю, значимость этой инициативы удваивается, утраивается после того, что мы имеем на сегодняшний день. Когда Москва, скажем, с Ираном, при том, что между Россией и Ираном имеются очень много вопросов, которые никак не стекуются. И очевидно, что Иран даже на днях, буквально сам глава Абдуллахьян, министр национального отдела Исламской республики Иран, он открыто сказал, что мы не собираемся плестить фарватеры российской политики. Он это признал, что они не будут плестить в этом самом фарватере. И он объяснил это тем, что Иран имеет свои приоритеты, если они перечекаются с российскими, то естественно, что Иран будет двигаться в этом направлении. Поэтому Азербайджан, Грузия и Турция. На сегодняшний день это не просто военный союз, скажем так. Кстати, вот в эти самые дни проходили учения в Грузии, где были и главы министров обороны, и Азербайджана, и Турции. Встречались с грузинским коллегой, встречались с натовскими, скажем, очень высоковоставленными лицами. Это показывает, что на самом деле Баку, Тбилиси, Анкара устраивают очень такую не просто ось, которая не заполнена, ну, к примеру, газом природным, но выстраивают именно, осознанно выстраивают нормальную, дееспособную, военно-политическую, заполненную экономическими интересами. Ведь у Грузии тоже есть свои интересы, у Баку тоже есть свои интересы, у Турции тоже есть свои интересы. Кстати, есть вопросы, которые не стыкуются, интересы Азербайджана с турецкими, по, ну, к примеру, цены на природный газ. Это понятно, что когда цены растут, есть вопросы у потребителя, есть вопросы у поставщика и так далее. То есть это все нормально. Но главное то, что три страны выстраивают свои отношения на долгосрочную перспективу. Но если взять то, что выстраивается Россией и Ираном, Армения, это фактически нам уже заложник этих самых взаимоотношений. Как бы я не относился с уважением к великим армянским мыслителям и так далее, и так далее, во главе, вообще, не знаю, очень много было мыслителей и людей, которых мы можем уважать. Но тем не менее, когда руководство нынешней, нынешней Армении, для меня это остается загадкой. Они же не связаны с полевыми командирами. Они не были полевыми командирами, они не участвовали ни в первой карабахской арене, не участвовали. Они могли бы выстраивать свои новые отношения именно с Азербайджана. Но заявления, которые делаются, они доказывают, что они настроены на делимую систему безопасности в регионе. Именно делимую. С одной стороны, Азербайджан, Грузия, Турция. С другой стороны, Россия посередке Армении, как заложник и России, и Ирана. Но естественно, что делимая система безопасности везет походишь к одному разу столкновению. Без столкновения в рамках делимой системы безопасности никогда не обходится. И это должны знать, это должны понимать в Ереване. Тегеране это понимают, кстати говоря. И Тегеран работает на то, чтобы идти на это столкновение. Потому что тегеранская иранская игра направлена на подрыв именно ситуации на Южном Кавказе. Но насколько это выгодно и нужно странам Южного Кавказа, это вопрос. Спасибо за такой подробный и широкий ответ. Но сразу же у меня возникает несколько вопросов. Вопрос первый, он связан с тем, что Иран не собирается идти в хвосте российской политики. Связано ли это с тем, что Иран рассчитывает на один из вариантов, что Россия может в какой-то момент, как это было уже не раз в истории, не два, просто уйти с Южного Кавказа. Иран готов заполнить вакуум. На земле именно заполнить вакуум. Потому что политического вакуума не будет. Политически могут и США, и Евросоюз, и все сказать. Но это все на уровне декларации, на уровне общих слов. А вот на земле, в военно-политическом отношении, насколько этот вариант тебе кажется релевантным? Нет, я все-таки не думаю, что Россия добровольно покинет Южный Кавказ. Это нереально. Почему? По одной простой причине. Если образуется вакуум на Южном Кавказе, образуется вакуум и на Северном Кавказе. Это две части одного сосуда. Кавказ – это и Северный, и Южный. Это Кавказ. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, и в Сегеране, и в Москве отчетливо понимают, что Россия не собирается покидать добровольно Южный Кавказ. Тем более, что трехсторонние заявления от 10 ноября 2020 года, подтвержденные заявлением от 11 января 2021 года, позволяют России контролировать все транспортные артерии на территории Республики Армения. Я не говорю на территории Южного Кавказа. Нет. Абсолютно нет. Это невозможно, потому что, кстати говоря, снова я обращусь к этим учениям, которые прошли в Дубилиси буквально на днях, с 6 по 8. А ведь там шла речь о безопасности тех маршрутов, коридоров, которые проходят по территории Грузии. Именно Азербайджан и Турция нацелены на то, чтобы помочь Грузии обеспечить полную безопасность этих самых коридоров. Так вот, Россия контролирует все и все на территории Армении. И если Иран хочет провести новый коридор через территорию Тегеран, Ереван, Тбилиси, Черное море, Европа, то это, снова-таки, вопрос тут очень интересный возникает. А насколько грузинская сторона готова реализовать этот самый проект? Насколько грузинская сторона заинтересована в реализации проекта, который изначально контролируется Москвой и будет нацелен на то, чтобы выполнять помимо экономических, торгово-экономических задач, но и военно-политические. Ведь когда шла Вторая Горобатская война, да и накануне Тбилиси запретил ввоз России по территории Грузии военных грузов и даже грузов двойного назначения. Но теперь интересная ситуация может возникнуть в будущем, если Иран нацелен на реализацию этого проекта с Ереваном, то вопрос оказывается достаточно такой тонкий и чувствительный. А Грузия будет участвовать в прокладке этого коридора, который по вопросам национальной безопасности, ввиду отсутствия территориальной целостности, он не выгоден Грузии. Я не говорю о том, что он будет идти в разрез с национальными интересами Азербайджана и Турции. Но факт остается фактом. Поэтому, на мой взгляд, Иран никак не может заполнить вакуум, который оставить после себя, в случае гипотетическом, если уход России. Иран теряет свои инструменты влияния в Азербайджане. У него оставался последний инструмент, это шиитский фактор. Но сегодня уже можно сказать, что даже шииты, а я это четко знаю, почему я живу в одной из бакинских деревень, в данном случае на территории Нардарана. Я знаю, что шииты сегодня, даже в Нардаране, не говоря о других бакинских деревнях, где были очень сильные позиции Ирана, сегодня вывешены турецкие флаги. Я уверяю тебе, Геладжан, они вывешены не по чьему-то приказу или указу и так далее. Нет. Это именно позыв души такой патриотический. Именно два флага Азербайджана и Турции. Поэтому Иран и бесится. Почему? Потому что он понимает, что он практически потерял Азербайджан. Он не имеет влияния на Грузию. Он влияние имеет в Армении, но это влияние ограничивается только лишь желанием Армении иметь через свою территорию коридора. Поэтому ситуация намного проще, нежели это воспринимать в Тегеране и в Ереване. Небольшую ремарку я сделаю по поводу коридора Север-Юг. Но он как бы существует. Он существует, автомобильный коридор. Строится, автобан строится в Ереване, в Армении. Север-Юг он строится, кстати, на деньги Европейского Союза. Китайцы вместе с европейцами улучшают дорогу, модернизируют дорогу военно-грузинскую в ту сторону. И Грузия уже давно строит, но никак не закончит. Мы должны сейчас в конечном итоге достроить. Я думаю, что в течение года будет достроен автобан Восток-Запад. Главный автобан Грузии, в общем-то. На самом-то деле, ну что такое коридор? Коридор же это транспортная коммуникация. Мы входим в тросеку. Приехал грузовик из Ирана через Армению к Грузии, к границе Грузии. Ну естественно его... Добро пожаловать, езжайте дальше. Это естественно, да. Особых вопросов по автомобильному транспорту, там согласование тарифов и так далее, их нет. Тросека, тарифов на автомобильный транспорт нет. По-моему, Иран тоже входит в тросеку. Да, Иран точно тоже входит в тросеку. Мы все, весь регион, кстати, хороший очень проект. А начиная от Европы до Китая, вот этот коридор у нас, он у нас существует, он большой коридор. Поэтому я, честно говоря, не совсем понимаю политические разговоры про этот коридор. Ну да, строятся дороги, но должны строиться дороги и в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане. В Азербайджане, кстати, построены дороги. Сделано это уже. И давно уже сделано. Другое дело, что если мы говорим об эффективности коридоров, вот транспортных, эффективность это, конечно, железная дорога. А вот с железной дорогой проблема. Фархад Мамедов, как раз здесь, в нашей передаче, говорил о том, что 3,5 миллиарда строит проект, значит, провести железную дорогу через Армению, из Рана к Армении. Сама железная дорога Армении, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Более того, я скажу, железная дорога Грузии, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И как бы это ни было печально, железная дорога Азербайджана тоже, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Не-не-не, ну это из того, что мне говорили железнодорожники, что у нас, в Юдорожном Кавказе, железнодорожная, необходимы новые скоростные железные дороги узкоколейки, то есть европейского образца. Необходимо абсолютно новое, вот это современное, то есть у нас у всех советские дороги. Советской шириной тогда. Имеется в виду ширина колеи. Ширина колеи и, соответственно, скорость. То есть высокоскоростных железных дорог у нас нет. А высокоскоростные, и более того, я скажу, Иран, железные дороги Ирана тоже оставляют желать. Лучше, потому что у них тоже там все уже, хотя там ширина колеи, это все уже уставило, там не высокоскоростные железные дороги. В итоге на самом-то деле, а, и еще есть проект Решет Астаран. Там нужно 500 миллионов, которые Азербайджан готов дать Ирану. Поэтому, если мы говорим о транспортных коммуникациях, я давно грожусь, скажем так, сделать большую программу, по этому поводу. Слушай, я правда, транспортная коммуникация – это максимально хорошая железная дорога от одного порта к другому. В этом плане не идеальная в силу того, что у нас, опять-таки, советские железные дороги, но все-таки оно есть, а-лят Поти, Батуми, надеюсь, что и Анакле тоже. А остальные все, они как бы, их нет. Поэтому автомобильный транспорт и политизация темы коридора вот этого «Север-Юг», она не совсем понятна для меня, честно говоря. Я объясню, если… Да-да, конечно. Если ты позволишь… Большое удовольствие. Политизацию. Ты совершенно верно указал на сумму полмиллиарда долларов, которые, как будто бы, их нет для того, чтобы построить прежде Астара. Астара имеется в виду иранская Астара, а от уранской – к азербайджанской. Но не думаем ли мы, что у Ирана нет 500 миллионов долларов для того, чтобы вложить эту небольшую, для Ирана небольшую сумму. Это для Еревана неподъемная сумма. Да. Для Армении 3,5 миллиарда долларов, это практически неподъемная сумма, поскольку эта сумма и делает ну, немножко меньше, чуть не меньше бюджет всей Армении. Но для Ирана, который уже выходит на 2-2,5 миллиона баррелей в день добычи, я имею в виду нефти, эта сумма очень мизерная. Иран сам не заинтересован прокладки этого самого участка. Это именно есть политизация. Почему? Иран заинтересован в международном транспортном коридоре север-юг, который проходит от Индии к Ирану и от Ирана в Россию морским путем. Именно Каспий. Именно Каспийский путь, обходящий Азербайджан. Ирану не нужен именно Азербайджан и именно вот в конфигурации МТК север-юг. Абсолютно не нужен. Именно по этой причине и Иран многие годы делал вид, что у него нету полмиллиарда долларов и просил финансовую помощь у официального Баку. Это была игра. Баку был готов сдавать, он Баку дает, просто санкции же помешали. Конечно. Поэтому я думаю, что иранская игра, она очень, скажем так, коварная. Чтобы понять сущность, психологию иранской игры, это просто нужно знать эту многотысячную вековую историю Ирана фарского шовинизма. Фарского, персидского фарского шовинизма. Иран не заинтересован в усиле, в трансформации азербайджанского аэлета в региональный хаб. Почему? Потому что Иран сам создает Чабахари в этот самый хаб. Ирану нужно поднять роль и функцию, миссию Чабахара. А то, что касается Персидский залив, Черное море, я имею в виду именно Иран, Армения, Черное море. Я понимаю европейцы. Европейская игра достаточно примитивная и проста. Они считают, что в Иране нужно работать. В Иране надо работать, с Ираном нужно работать, Иран нужно перетаскивать, перетягивать от России, и эта игра позволит Европейскому Союзу быть активным на иранской площадке. Достаточно простая, примитивная, без и проигрышная игра. Почему? Потому что афганская ситуация, я думаю, еще никак не может доказать Европе, что надо играть по-другому. И они ведут ту же афганскую стратегию в Иране и будут финансировать 600 миллионов один транш и еще пару сотен миллионов другой транш, для того, чтобы именно реализовать этот самый коридор через Армению. тем самым они как бы работают и в Армении и в Иране. А спрашиваются господа, а вы уверены в том, что вы потом будете контролировать этот самый коридор? Ведь вопрос в одном, кто контролирует? Я понимаю, что да, автобан, да, та фура, третья фура и так далее, фуры и так далее, все понятно. Но почему тогда получается у Европы большие опасения по шелковому пути? Если всего лишь это фуры, ну, будут фуры китайские, ну, а что вдруг все озабочены китайскими фурами? А что вдруг появятся другие, что-то, нечто другое, помимо фур китайских? Да, конечно, конечно, не все это про фур, это нечто про другое. И вот это другое, не хотят об этом говорить слух, а говорим только лишь о каких-то торговых элементах, которые как бы нормально просматриваются, но нет, это не про фуры, это про политику, это про стратегию, это про геополитику, а там все серьезно. Ну, вот не про фуры, про стратегию, про геополитику, но все равно же, вот если мы говорим про торговые маршруты, их будут рассчитывать логистические компании. Сидит менеджер логистической компании и смотрит на фуре отсюда досюда довезти мне столько-то, а на железной дороге, если будет речь на стороне, несмотря на то, что я говорю, у нас не современные железные, кстати, в отличие от в Турции. Вот такой, вот так вот. А в Турции, просто в качестве ремарки меня несет, я понимаю, в Турции очень тяжело было сделать эту реформу, потому что там очень сильное автомобильное лобби. Но они сделали ее. Вот буквально за 10 лет они сделали рывок, потому что они поняли, что это необходимо. Так вот, они будут просчитывать все равно, они все равно будут просчитывать. Что касается, поэтому экономика все равно будет определяться. А контроль, да, конечно, Россия будет контролировать. Вопрос в другом. Сейчас немножко просто отойдем от этого. Вопрос в том, насколько Тегеран и Москва, как это слово называть, ну в общем, насколько они способны к плотному сотрудничеству, потому что вроде бы они братья по оружию. Сирия. Вроде бы как бы союзники во всех отношениях. И в то же самое время, ты затрагиваешь статьи этот момент, и поэтому я как бы подачу в данном случае даю. Да, это стал очень интересный, я думаю, вопрос на долгосрочную перспективу, естественно, на долгосрочную перспективу смотреть о Российско-Иранском Союзе и текущая военно-политическая ситуация в Сирии все-таки она должна быть отрегулирована. И она будет отрегулирована. Но в этом вопросе, естественно, стыкуется очень много и стран, и территорий, и в том числе вот Южный Кавказ. Снова Южный Кавказ, как мы не хотим, как мы думаем на первый взгляд, что Южный Кавказ никакого отношения не имеет к сирийским событиям и вообще ближнему и среднему вопросу к Востоку, но он имеет прямое отношение по той простой причине, что и Турция, и Россия, и Иран задействованы в Сирии. Азербайджан тоже задействован по той простой причине, что он является военно-политическим союзником Турции. Если Турция будет создавать те или иные механизмы урегулирования ситуации как в Сирии, так и в Афганистане, о чем уже было вчера заявлено, то очевидно участие Азербайджана и Грузии в этих вопросах. То есть и Грузия будут участвовать в этих вопросах. Но теперь Иран. У Ирана естественно первое, скажем так, главная задача реализовать подписанное соглашение с Китаем. Но для того, чтобы реализовать соглашение на 400 миллиардов долларов на 25 лет без российской поддержки, я имею в виду военно-политической поддержки, Ирану не обойтись в первые годы. Ведь понятно, что от ближайшего скажем так урегулирования или не урегулирования соглашения, я имею в виду по ядерной программе, зависит и настоящее, а тем более будущее иранского режима. И в этом вопросе, на мой взгляд, все будет зависеть от американской и израильского тандема. Если все-таки по Ирану не будет нанесен точечный удар по трем ядерным центрам, всего лишь по трем ядерным центрам, это Форду, Натанц и Тегеран, то естественно, что ситуация будет развиваться тогда в несколько ином русле. Но если будет нанесен этот удар, то очевидно усиление военно-политического союза между Ираном и Россией. То есть Россия выигрывает от ситуации, чем хуже для Ирана и Ирану. От ситуации, когда Иран будет находиться под жестким давлением. То есть давление на Иран усиливает позиции России в Иране. Освобождение Ирана от этих самых уз, от этих самых обязательств как гаранта России по безопасности Ирана, это дает свободу Ирану. А свобода Ирану, это естественно, что это модернизация, это реформирование политической системы. Иран не может развиваться в нынешней системе координат. Нынешняя система координат это радикализм, но радикализм он уже не председатель. Давайте откровенно скажем, почему введены войска на границу с Азербайджаном. Против Азербайджана глупость. Именно против азербайджанского населения Ирана. Чтобы именно этнические азербайджанцы не подняли восстание бунт на территории двух провинций. Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан. Именно после Второй Карабахской войны и начались центробежные силы тенденции на территории двух провинций. Курское население уже ведет вооруженную борьбу. И сегодня Иран стремится нанести ракетные удары по курским базам на территории Ирака. А это ПЖАК, это Азербайджан, это иранские пурды. Они боятся, что поднимут головы миллионы азербайджанцев на территории Исламской республики Ирана. Армия в данном случае не против Азербайджана. Азербайджан имеет возможности нанести превентивные удары и в данном случае система ПВО Ирана никак не сможет подреагировать на превентивные удары Азербайджана. Поэтому данное это просто против своих граждан, против своих азербайджанцев. Поэтому я считаю, что именно вопрос будет или не будет отрегулирован, то есть отрегулировано соглашение между шестеркой и Ираном. В данном случае между США и Ираном. А конкретнее США, Израиль и Иран. Если будет нанесен, тогда очевидно, что я не думаю, что Европа продолжит свое финансирование этого проекта. А зачем тогда Европе финансировать проект, который будет связан с Арменией и выходом на Иран? Потому что Иран не будет играть уже на европейском направлении. Тут все взаимосвязано. И поэтому я думаю, мы должны дождаться вот текущей ситуации. Будут переговоры и чем они будут завершены? От этих переговоров зависит, я думаю, и будущее и Южного Кавказа. Интересно, занятно все это, весьма и весьма занятно. Если мы немного пойдем в более глобальную сферу, китайцы, индийцы, то есть Китай прошлым летом заключил с Ираном соглашение, которое в принципе мало чем отличается от Шушинской декларации, я так посмотрел. Это военно-политический союз, в общем-то. что касается индийцев, то индийцев с одной стороны индийцы, конечно же, не любят очень сильно китайцев, это понятно, а с другой стороны индийцы не любят пакистанцев. Я когда был случай этот, когда я ехал в Индию на конференцию, заполнял огромный опросник у них визы как бы дают, но не в аэропорту, а заранее электронном виде, я заполнял огромный опросник. Значит, сначала у меня спросили мои, не пакистанец ли я? Я ответил нет, не пакистанец. Потом у меня спросили не пакистанцы ли мои родители? Я ответил нет. Когда у меня спросили не пакистанцы ли мои бабушки с дедушкой, я засомневался. ты грузин или нет? Я ответил нет. В конечном итоге меня спросили кто-нибудь из моих родственников проживает в Пакистане. Но тут у меня было стойкое желание написать да, проживай, доставьте меня в покое. Что дальше произойдет, да? Уже было невозможно это. Так вот, вот эта конфигурация, конечно, она, конечно, складывается в то же самое время индийцы сейчас затевают что-то с американцами на Тихом океане. Европейцы где вообще непонятно, то есть это самое. Израиль с США они друзья? Они союзники все еще? Или уже не совсем так? Вот во всей этой конфигурации, во всей этой, ну, извините, головоломке есть грубая поговорка, я ее перевожу чья рука в чьем кармане. Значит, вот вопрос такой, во всем это, во всей этой, разве возможно неделимая система безопасности на Южном Кавказе? Может быть, делимая система безопасности на Южном Кавказе и система балансов это то, что нам нужно? А потом уже выстраивать экономические отношения, как бы. ты прав, Гелоджан, ты дважды, трижды, ты прав, ты совершенно прав, но к счастью, на мой, я думаю, к счастью, Азербайджан, Грузия, Турция укрепляют свои отношения и с Исламабадом. Все-таки Исламабад это 250 миллионов населения и имеющие ядерный зонтик. В данном случае ядерное оружие. Я, конечно, не сторонник применения и вообще начала Третьей мировой ядерной войны, но дело в том, что все те конфигурации, о которых ты сказал выше, они все-таки уже направлены не против не гипотопических каких-то на карте стран, красные, синие, кто красный, кто синий, кто противный, кто друг, или система ракеты свой-чужой. Тут на самом деле уже определяются свои-чужие. Вот к примеру, сегодня идут переговоры в Ереване с участием министром сан-зелом Армении и Индии за закрытыми дверьми. Я понимаю озабоченность и интерес Нью-Дели. Нью-Дели, он, мягко говоря, не терпит ни Исламабад, ни Пекин. Это взаимно. Очевидно, что та конфигурация, которая сейчас складывается в Азиатско- Тихоокеанском регионе, это и Аукус, это Гуард и так далее. Это все-таки на самом деле идет перерасстановка сил и средств. Формируются, скажем так, альянсы, которые настроены в прямом смысле на столкновение. В каком плане на столкновение? На столкновение, которое должно определить, кто будет лидером, дегемоном в этом самом большом регионе. Очевидно, что Азербайджан и Грузия не могут оставаться в стороне, даже при желании мы не можем, да и мы уже не в стороне. Почему? Потому что в Афганистане на протяжении 20 лет служили тысячи грузинских военнослужащих. И достаточно они, и, кстати говоря, Грузия имеет потери в Афганистане. Кстати говоря, это десятки военнослужащих грузин, которые отдали свои жизни, но выполняя свой долг перед коалиционными силами. Кстати говоря, если взять турецкую сторону, Турция не понесла потерь в Афганистане по той простой причине, что Турция не участвовала напрямую в боевых действиях. Турция контролировала аэропорт в Кабульске и управляла вот этим самым важным сегментом в этой логистике. Поэтому я понимаю, что... Я прошу прощения, я всегда стараюсь не перебирать, просто я хочу, я потом забуду, я хочу такой... У нас все потери фактически связаны с тем, что подорвались на минах, причем большая часть потерь, там, по-моему, 12 или 14 человек, я сейчас не помню точно, это один теракт в Гельминде. При всем при том, что грузинские военнослужащие служили в самом тяжелом регионе. В самом тяжелом. Но я три года служил в Афганистане, я три года сам воевал в Афганистане и знаю, что Гельминд это юг, это примыкает к Кандагару, это пуштун, это пуштуны, там пуштуны вели боевые действия до последнего. Кандагар, провинции Кандагар и Гельминд. Поэтому это очень тяжелые были провинции, где служили грузины. Это только честь и уважение, мой респект грузинским военнослужащим. И диагностический подрыв на Минах подрывались, Да, поэтому я понимаю, что ситуация развивается такая идеополитика. Индия уже начала играть на Лизу в Кавказе, в Армении. Это понятно. Чабахар, иранский порт в Индийском океане, который, кстати говоря, освободен от американских санкций. Очень интересна тут конфигурация, что при всем при том, что американцы ввели санкции и при Трампе проводили политику максимального давления в отношении Тегерана, но порт Чабахара был освобожден. Он освободен и сейчас уже при Байдене. Почему? Потому что им управляет Индия. Этот порт управляет Индия. А порт Чабахар, иранский порт Чабахар, он конкурент Гвадар. Гвадар это порт пакистанский, которым управляет Китай. И вот такая конфигурация. Кстати говоря, в Баку Тбилиси-Карт, святский лапезь лазули через Каспийское море, Туркменистан в Афганистан, он выходит на просторы Афганистана. Он выходит, может выйти и Гвадар, Пакистан, но он именно нацелен на Гвадар, поскольку есть Ось Анкара, Баку, Исламабад. Поэтому естественно, что этот коридор кстати вот этот изангизурский коридор 40 км. Буквально 40 км. Но вот этот коридор, не изангизурский коридор, а Баку-Тбилиси-Карт. Речь идет об этом, чтобы Баку-Тбилиси-Карт, Азербайджан, Грузия и в данном случае Армения, Турция, они выходили по Каспию, Туркменистан, Афганистан и Гвадар и Пакистан. А Пакистан, Гвадар это Китай. Поэтому там идут ставки высоки. И понимая, что ставки высоки, Нью-Дели начал активизироваться в Ереване. Но я не думаю, что нету координации между Сегераном и Нью-Дели. Я уверен, что вход в игру Индии это серьезный шаг. То есть в данном случае, если мы все до вчерашнего дня говорили, что мол, иранские позиции слабые. Почему? Как будто бы некоторые эксперты к моему большому удивлению заявляют, что мол, Москва тоже выступает против Сегерана и шагов иранских в отношении Азербайджана. Это просто смешно. Но сегодняшний шаг Индии он показывает, что игра только начинается. Игра только начинается. И не сделаны еще серьезнейшие шаги, они впереди. Поэтому сегодняшняя встреча, скажем так, глав МИД Ирана, Индии и Армении, я думаю, в ближайшее время, возможно, пройдет встреча Индия, Иран, Армения. Наим это она уже читает, она уже прогнозирует, ее уже видно, что это будет встреча. Дальше вполне возможно, что пройдет встреча уже четырехсторонним форматом. Москва, Ереван, Чегеран, Нью-Дели. Это тоже уже виден этот шаг. Поэтому ситуация, кстати, одним словом, как бы формируется, геополитика движет, движет, движет. Торговая экономика это вторично. Экономика вообще будет всегда на обслуживании геополитических интересов. Мы должны понять, что не экономика, не бизнес двигатель развития, а геополитика. Поэтому для Грузии, для Азербайджана, для Турции, для Исламабада, для Пекина начинаются, я думаю, серьезные дни. Но мы должны просто уже понимать, что мы не должны оказаться между этими центробежными силами, которые формируются Западом. Американская игра достаточно серьезна. Американская игра в Азиатско-Чехоокеанском регионе очень многофункциональная. И мы просто должны сохранять свои интересы. И эти интересы должны стыковаться именно привести к созданию неделимой системы безопасности. А вот тут я и выхожу на инициативу Гарибашвили. Тбилиси, Баку, Ереван. На мой взгляд, вот это инициатива, которую продвигает Тбилиси, она важна. Вот мы просто должны все ее поддержать. И Азербайджан, а уже Азербайджан поддерживают. Кстати, Ивраиль Хамалиев поддержал однозначно инициативу Гарибашвили, но я не могу того же сказать в отношении и Пашиняна. Ну, не могу. Хотя, как будто бы Пашинян ее поддержал. Как будто бы они встречались и в Батуми, и в Ереване. Но шаги, которые делаются в Ереван, заявления, которые делаются Ереваном, они все-таки не позволяют мне быть уверенным в том, что Ереван поддерживает именно шаги Тбилиси по выстраиванию региональной вот этой системы, вот этой самой линии, этой линейки Тбилиси, Баку, Ереван. Кстати говоря, я рад, что Тбилиси это делает. Почему? Потому что Тбилиси, на мой взгляд, должен был это делать давным-давно. Давным-давно. Почему? Потому что на протяжении многих десятилетий Тбилиси была этой площадкой платформы для гражданского сектора. На протяжении многих десятилетий сегера представителей, в том числе я, мы встречались именно в Тбилиси. Информационщики представителей медиа тоже встречались в бизнес, когда по рамках International Alert или других политики в рамках CRS или Линк британских организаций, они тоже встречались в Тбилиси. Кстати, в Тбилиси всегда была той самой платформой, той самой площадкой. Но хорошо, что господин Гарибашвили начал эту инициативу, но ее надо продолжать. А вот армянская игра, она на что обращена? Она на что нацелена? Вот тут вопросы есть. Гарибашвили начал или Гарибашвили озвучил это другой момент, но неважно, сказал Гарибашвили, значит Гарибашвили. К сожалению, время летит очень быстро. Мы почти час уже проговорили. Мы обязательно продолжим. Мы обязательно продолжим, потому что я думаю, что у нас очень... мы только коснулись по-касательной, коснулись очень важных, очень глубоких тем, которые мы обязательно дальше будем дальше копать, что называется. И нам это интересно надеяться... Без вина, без вина мы сейчас говорили, без вина. Я надеюсь, что это интересно не только нам, но и нашим зрителям. Огромное спасибо за очень интересную беседу. Огромное спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч! Продолжение следует...